Микс Ньюс Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас в гостях известный политолог и директор Института будущего Латвии Норман Гростенч. Добрый день. Добрый день. Много событий произошло и после выборов, и не только в Латвии. Может быть, начнем с такой темы, на которую я знаю, что вы тоже отреагировали. Многие наши радиослушатели возможно еще не в курсе. Вот большой резонанс вызвало интервью главы фракции Зеленого в Европарламенте С.К. Келлер, который в интервью когда ее журналистка спросила, чтобы быть точным да, вот, а как она относится к тому, что может быть надо создавать такие деревни компактного проживания беженцев и в частности было бы неплохо создать деревню из сирийских беженцев на территории Латвии то есть, чтобы здесь в Латвии была деревня из сирийских беженцев и госпожа Келлер сказала, ну что ж, это одна из возможностей, да я знаю, что вы отреагировали, насколько это серьезно стоит ли это серьезно воспринимать и нужно ли на это жестко реагировать или это просто такая дискуссия? Значит, я считаю, что это был пробный шар в плане посмотреть на реакции политиков восточноевропейских в частности, балтийских стран поскольку Вышеград, Венгрия, Польша, они сразу жестко сказали что они никого брать не будут, ни поселкам, ни по одному никак, наши этого не сказали, то есть, значит, соответственно там была упомянута Латвия, а не Венгрия и этот пробный шар был запущен поэтому я счел необходимым на него в пределах, скажем, возможности реагировать, распространил соответствующее заявление в котором, например, опубликовал цифры используя финансирование евроскептиков Европарламента с помощью Марин Лепен подобных депутатов в прошлом году провели опрос в Латвии, при том опрос там не с листочком на улице а СКДС, это серьезное рейтинговое агентство наверное, самое серьезное в Латвии на котором на опросе мы выяснили что 78% населения у нас выступают против такой эмиграции и считают приезд сирийских, африканских деревень к нам риском для здоровья в плане инфекций потому что народ приезжает без прививок с разными африканскими там микробами считают это риском также в плане преступности и в плане терроризма тоже то есть 78% нашего латвийского населения без какой-либо разницы по национальному признаку кстати, тут никаких разногласий у нас нет на свою голову ни по одному, ни деревнями ни вагонами, ни кораблями никого не хотим такого да, значит ли это что вот глава вот этой фракции зеленых достаточно влиятельная фракция в Европарламенте что это только начало то будут другие попытки вот создать именно такие вот не знаю, коммунные деревни беженцев ну это, наверное, в современном и в реальном языке называется гетто то есть это принцип гетто это очень нехорошее слово и в Рижской истории и если посмотреть на западно-германские города развитых стран то там тоже образовались в Бельгии мы видим куда полиция даже боится в Брюсселе заходить в отдельный гетто конечно, это образовались такие гетто там гетто-игры давно кончились это слово оно должно там пониматься уже буквально как мы видели опять же был только что буквально вчера инцидент в Брюсселе где опять же араб скажем или очень похоже на араб такой ну скажем ближневосточной национальности лицо зашло в час пик на железнодорожный вокзал с поясом шахида ну в данном случае те солдаты о которых я не раз рассказывал в репортажах которые стоят с автоматами пистолетами ножами ухода в парламент в других местах Брюсселя ухода в национальный парламент они отреагировали значит застрелили этого самоубийцу и соответственно ну кроме одного погибшего террориста ничем никаких дальнейших проблем не было но вся значит инфраструктура стала на то время значит поезда были остановлены метро были остановлены в Брюсселе то есть город очередной раз вспомнил что значит к ним приехали беженцы да вот так чтобы если можно завершить эту тему беженцев и перейти к другим темам очень актуальным на этой неделе не только сегодня господин Юнкер накануне саммита Европейского Союза заявил о том что вот надо выработать единые нормы поддержки беженцев чтобы не было так ну понятно на какие страны намек что приезжают люди в ту иную страну Европейского Союза а потом получив статус все равно перебегают в более богатое государство и это был намек я так понимаю в том числе и на Латвию и на те страны как мы знаем вот этой вышеградской группы которая вообще отказывается принимать беженцев и даже их не пугает какие-то возможные санкции значит если посмотреть именно на европейское измерение это несомненно большой нарастающей проблемы то во-первых вспомним что название это самое заявление интервью зеленого политика из Европарламента которая говорила что нам надо их присылать деревнями чтобы им здесь было комфортно чтобы не по одному интеграция была получше интеграция мы знаем какая она будет Брюссель это красочный пример данной интеграции у нас было бы то же самое то есть значит на вокзале кого-то бы застрелились поясом и соответственно мы бы не попали в Юрмол в данный конкретный день какое-то время ну так если в легком варианте значит этот пробный шар интервью было как раз перед этим саммотом на котором конечно будет проблема обсуждаться проблема на европейском уровне должна на мой взгляд решаться очень просто по сути то есть все время идет речь о создании европейской армии европейской армии она может создаваться это совершенно нормальный шаг был бы для развития европейского союза потому что например сейчас европейские стран имеют 20 проектов по созданию танков ну извините это 20 раз получается тратить на развитие на проектирование то есть европейский танк может быть и один главное чтобы он ехал бы и ну и стрелял и так далее значит но дальше где эта сила применять то есть там реальная опасность сейчас идет через южную границу евросоюза это просто южную границу надо закрыть надо создать на территории ливии на территории ближнего востока с помощью евросоюза лагеря где люди которые не могут оставаться дома из-за военных действий получать там воду продовольствие и так далее люди которые просто хотят эмигрировать извините но вся Африка к нам переехать не сможет потому что счастье ну это просто факт значит без даже эмоциональных оценок потому что значит рост населения там идет гораздо быстрее чем рост эмиграции в Евросоюз даже если его увеличить то есть этим людям можно помочь только на месте в тех странах где они живут это единственный реальный сценарий да вот может быть перейдем еще и к другим темам но все-таки чтобы закончить такую международную тему вот правящая элита Латвии она что-то осознает что и даже та политика которую они сейчас как бы проводят минимальное количество беженцев присылает она все равно весьма может быть опасная в перспективе как вам кажется на фоне происходящего сейчас это полный самотек то есть латвийская элита полностью подчиняется любым капризам желаниям Брюсселя получает и тратит на это какие-то деньги что добавляет и тратит свой бюджет например в Рижской думе там центр по работе с беженцем где руководитель получает 2000 евро только я очень сомневаюсь что там в этом центре был хотя бы один беженец но зарплату выплачивает ну это один из даже небольших я бы сказал к примеру там муценик там миллион вкладывается в строительство и так далее то есть это конечно деньги которые мы могли бы потратить именно на свои нужды на нужды Рижан на нужды жителей Латвии что касается тех кто к нам приезжает и под аплодисменты всех правящих отсюда сбегают то сбегают они не очень далеко они сбегают не очень далеко они сбегают тут прямо рядом в Скандинавии и если в Скандинавии приходит например к власти какая-то ну серьезная партия например шведские демократы которые уже сейчас крупнейшая партия Риксдага шведского парламента и их влияние растет или там истинные финны Финляндии то они могут получить эти сотни а то и тысячи этих эмигрантов от Латвии сбежавших значит следующим утром на пароме и тогда они уже будут вынуждены с ними работать вот тут это правда вот перейдем может быть к классическим делам сегодня президент Латвии Раймондс Вейнис заявил о том что надо бы переходить к всенародным выборам президента но это весьма серьезное заявление из уст главы государства который вот нас давно не баловал теми или иными заявлениями как-то вел себя тихо ну Вейнинс он конечно свою президентскую работу делал то есть на прошлой неделе была конференция по НАТО он приехал открыл эту конференцию там ну по поводу приезда канадских солдат то есть он работу делал значит ну вот из таких крупных законодательных инициатив это действительно действительно такая ну в этом году что ли первая и ну я буду действительно очень рад если он это сделает будет продолжить но и обратите внимание сейчас вот на юридической комиссии САИМа когда были выборы раньше тогда многие партии говорили что они за всенародно избранного президента сейчас за на юридической комиссии это поддержала только Носельс Латвии партия Судреб которая и в программе как мы видим на практике САИМа выступает за всенародно избранного президента все остальные которые это обещали стали делать какие-то неясные движения там собирать мнения до сентября и подобное так что тут у Судреб четкая позиция а у других никакая в лучшем случае да к сожалению такова ситуация еще говоря о внутренней политике не могу не спросить вот итоги выборов мы знаем что сейчас идут дебаты прямо в данный момент в рижской думе еще даже не дошло дело до голосования за мэра уже больше восьми часов депутаты дебатируют ну это связано с тем что образовалась такая новая оппозиция из четырех условно правых партий ну так условно это бондерс региональная партия это новые консерваторы это единство это бэвис ватвии что вы скажете по этому поводу как это дальше будет происходить и значит ли это что вот эти лидеры этих оппозиционных партий в рижской думе дальше двинутся в семь значит то что произошло в рижской думе это в какой-то мере сигнал о том что произойдет через год на выборах то есть как для таких традиционных партий как националисты или вену от иб так и для в общем-то очередной раз для согласия прозвучал звонок да в этот раз он еще был таким что руководство сохранило рижская думы скорее всего сохранить свои места значит но это уже не факт что на 4 года совсем не факт значит что касается вот первое они получали себя уже на на шею скажем гораздо более активной оппозиции там уже не будет такого симбиоза какой был между там условно говоря лидером националистов Байба Брок и женой Ушакова Байба Брок сама подтвердила что она встречается значит супруга мэра но только про политик не говорит ну политические круга про это пошутили что зачем же говорить им про политик они могут сразу говорить о деньгах о финансах значит ну там они заседают вместе там и в свободном порту ну в общем значит такая идиллия кончилась в Ришкайдону как мы видим там началась реальная борьба кстати значит сегодня была еще одна интересная такая цитата это уже не шутка были опубликованы очередной порции переговоров олигархов из записанных латвийскими спецслужбами и там среди прочего имеется данная Шлессерсом оценка кандидата в меры Нила Ушакова то есть он Шлессерс сказал что это красивый да человек который ну я понял что в том плане что он нравится прекрасным нашим полу в каком-то в какой-то возрастной группе ну в принципе он его характеризовал как красивого но значит когда дело доходит до реального дела ну тогда это дело не очень двигается вот по оценке Шлессерс и я в этом в чем-то и склонен в определенном мере согласиться потому что сегодня прошел ровно год как я обратился в Рижскую думу по поводу сделать один нерегулируемый переход Антона из Элизабетс где идут все туристы на улицу Альберта и все они сталкиваются с потоком машин Рижская дума ответила год назад что они этим займется то есть ну то есть это их устроило они поняли что это логично там даже есть место никаких инвестиций покрасить просто зебру покрасить зебру это получается где? Ауна нет по пути в Альберта значит Антона и Элизабетс там где летающая лягушка в Инстудии вот такие места там даже есть асфальт просто единственное что надо взять просто краску и покрасить вот эту зебру чтобы туристы ходили как они привыкли себя и значит пока что за год не смогли структуру Рижской думы нарисовать там зебру ну и не отказали нет они сразу говорят что они займутся сразу то есть значит вообще что будет там проведены процедуры там присвоили там запросы номер ну вот конечно это не время для наших таких времен ну ладно это самое заставим сейчас уже новую думу работать что касается дальнейшего через год что будет вот вы очень хорошо спросили они пойдут сами и там уже эта идиллия я думаю даже между встречей и Бондарсом кончится опять же вспомним те же самые переговоры которые я только что цитировал оценка скажем Шлессерс который он на мой взгляд очень такой наглядный дал пока еще кандидат в меры Нил значит среди прочего он дал что и там в этой порции были еще переговоры между Шлессерсом и тем же самым Бондарсом очень интересно то есть Бондарс там значит они обсуждались с олигархом Крамольным по мнению например Стритти обсуждали какие счета из министерства сообщений там разных там подчиненных структур перевести значит в банк Бондарс чтобы банк там ну выдерживал там удары мировой экономики то есть в принципе значит Стритти имеет на Бондарс очень неплохую информацию если значит Бондарс пойдет в САИМ то скорее всего это ну его скажем такой скелет в шкафу вспомнят из шкафа достанут и применят на практике то есть тут я думаю ему лучше оставаться депутатом Режской думы там где у них пока все так как бы мирно дружно да ну что ж посмотрим как это дальше все будет происходить что касается единства вот многие вообще списали эту партию однако все таки 5% баре худо-бедно этой партии удалось преодолеть 4 мандата в Режской думе это продлит как-то жизнь единству или нынешние грядущие выборы всем через год могут стать для единства последними скорее всего это будут последние потому что на самом борьба уже будет в несколько другом формате то есть ну для например таких уже одиозных политиков вену как Соло и Табо это точно последние выборы очень надолго и для других это ну в лучшем случае они переползут каким-то образом там если у них будет на это деньги они переползут эту барьер этот 5% такое не исключено полностью но скорее всего нет потому что латвийский избиратель уже смотрит на другие политические силы как мы видим уже даже вот на рижских выборах до этого времени могут создаться еще новые так что я думаю что как скажем крупная как партия власть вену это точно уже закончила свое существование и заканчивает скажем в этом году а как ну какая-то маргинальная села она где-то там может быть на грани 5% или ниже то есть это в принципе ничего лучше чем в Риге у них уже никогда не будет что касается националов они как мы знаем проводили очень жесткую такую кампанию какими только лозунгами они не выходили в Риге ну количество мандатов сократилось избиратель видимо в Риге не столь решительно на своем национальном плане знаете он перешел национальной избиратель перешел в общем-то к стрите к Борданс который тоже был министром националистов скажем ту игру которая вела Байба Брок лидер националистов из каждого ушаков то есть это взаимный пинг-понг что на выборах мы там друг друга будем ругать от этого оба будем подниматься там наверх ну ихний национальный избиратель по-моему раскусил то есть значит это дружба знакомства скажем Байбы Брок и жены значит мэра сыграл для них очень злую такую шутку ихний избиратель понял как ведется эта политическая игра что там значит по сути симбиоз они очевидно так решили избиратель и больше за националистов голосовать в Риге не стали да вот такая у нас ситуация во второй части мы поговорим подробнее и об этом и о других интересах событиях в нашей стране Норман Горст еще у нас в студии известный политолог не переключайтесь во второй части будем принимать также ваши звонки 612-939 Микс Ньюс продолжаем работу в прямом эфире Норман Горст у нас в студии вернемся поговорим к европейским делам потом может быть опять и к латвийским что касается вот ситуации в Европе конечно мы знаем чем закончились выборы во Франции но у нас впереди еще выборы в Германии которые тоже весьма интересные что здесь может сказать ну первое это однозначно видно что немецкая еврокритическая партия альтернатива для Германии альтернатива для Доншланд уверенно проходит первый раз за историей партии немецких выборов проходит в национальный парламент Бундестаг и там идет действительно интенсивная компания избирательная компания в рамках которой все вот эти вопросы которые мы обсуждали также в первой половине передачи это вопрос эмиграции также вопрос экономической политики Германии они все там сейчас бурно обсуждаются идет реально политическая борьба при том у них такой хороший серьезный состав эту партию поддержал также немецкая аристократия традиционные всеми традиционные ценности например от этой партии избрана в европарламент герцогин Олденбург Беатрис фон Старх и так далее то есть там ну серьезные там люди которые не маргинал совсем которые действительно озабочен там и судьбой Европы и своей страны поскольку уже в принципе Германия после уменьшения влияния Великобритании после ее практического выхода уже Германия это стала ну таким решающим фактором на европейском континенте у них даже возникли определенные экономические в первую очередь разногласия с Соединенным Штатом которые были видны когда Трамп высказывался приезжал высказывался говорил про немецкую экономическую политику то есть у Америки свой интерес конечно и в Европе и в Азии но немцы все таки серьезно преследуют именно свой то есть ну очевидно на такие вещи как торговля российским газом как Nord Stream и так далее то есть там конечно их мнение с американским отличается полностью и соответственно идет идет развитие также все время шаг за шагом идет развитие создание условно говоря европейской армии оборонной деменции Европейского Союза это тоже очень не нравится скажем Америке которая командует в НАТО всем в Европе все таки не всем ну и соответственно ситуация она такая интересная развивается много что меняется и как мы видим ну по крайней мере в нашей что касается вот нашей маленькой страны или вот таких прибалтейских стран как Латвия Литва Эстония то пока что у нас имеется большая возможность маневра своей экономической политикой то есть если бы мы более талантливо проводили бы экономической политик налоговой политик то конечно могли бы жить значительно лучше то есть я в принципе не вижу ни малейшей серьезные причины почему мы должны жить хуже чем в Эстонии имея очень похожие географии очень похожие истории но не настолько похожее руководство то есть даже вот ну у них тоже была там условно говоря пророссийская партия Сависарс руководила столицей но в результате у них был бесплатный общественный транспорт в отличие от Риги то есть жители Талии получили этот ну скажем бонус если это так назвать получили реально а у нас про это поговорили поговорили но никак не сделали то есть вот третья она предлагала при том с расчетами сделать транспорт бесплатным потому что ну в принципе половина действительно этого потяжа за проезд она сразу уходит как бы за обслуживание системы что-то очень дорого это все получается это мы критиковали вот так же во время выбора посмотрим как это будет развиваться дальше но в Талии это было сделано сразу без дискуссий между правым и левым и соответственно значит этап условно говоря пророссийская партия она укрепилась скажем у нее сейчас премьер чего у нас не будет да пока непонятно мне уже понятно что значит от этой партии у нас премьера не будет тут я готов с кем хотите поспорить да я пожалуй тоже не буду спорить тут все понятно пока не мере пока настрой общий мы понимаем пока мы еще увидим конечно да мы еще увидим но возвращаясь все-таки вот к Европе и проводя такой вот мостик или параллели ситуации в Латвии в большинстве стран Европейского Союза в том числе богатых существуют вот разные ставки НДС на основные продукты питания я знаю что вы неоднократно собирали даже подписи на Манабал СВ и собирали более 10 тысяч подписей за то чтобы понизить ставку НДС на основные продукты питания правящая коалиция Минфин всякий раз фактически проваливала вот эти инициативы а вот в Эстонии по-моему до перерыва вы сказали что будет вот этот рекордный высокий я бы сказал для региона необлагаемый минимум да эстонцы сейчас ну это правда чуть другое чем НДС но тоже очень важная вещь да ну я просто говорю какие шаги делаются на встрече населению да 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 это очень хороший пример вы упомянули в том плане что вот мы 1 января следующего года увидим что Эстония опять значит провела определенную налоговую реформу то есть человек который зарабатывает в месяц до 1 200 евро необлагаемый минимум для такого человека по эстонскому законодательству будет 500 евро 500 евро это превышает латвийскую минимальную зарплату то есть минимальная зарплата латвийская вообще не облагалась бы налогом подоходным налогом в Эстонии и даже вплоть до 500 евро то есть это опять возникает вопрос почему же мы не можем жить как в Эстонии и даже лучше у нас как бы страна тут чуть больше возможностей тоже не было разных и кстати где-то наверное 20 с чем-то лет назад эстонцы сделали такой шаг для развития экономики который я тут же сразу предложил сделать и в Латвии это были 90-е годы вторая половина что реинвестированная прибыль прибыль предприятия которая была повторно вложена в предприятие которое не было потрачено владельцам акционерам и так далее она подоходным налогом в Эстонии не облагалась а в Латвии она по сей день облагается и подоходным налогом если значит фирма имела такую прибыль она еще должна в этом году уже платить аванс за следующий год то есть практически двойное обложение авансовое совсем не факт что в следующем году у латвийской компании будет прибыль ну а тут когда эстонцы уже сделали с 1 января теперь будут иметь 500 евро не облагаемый минимум тут мы увидим наверное миграцию рабочих мест в сторону Эстонии потому что многие из-за упомянутой разницы уже по налогу на прибыль для предприятия уже перенесли свои компании в Эстонии тысяч латвийских предприятий уже туда перенесены а теперь они туда перенесут еще рабочие места потому что там гораздо удобнее чем и интереснее то есть если у нас человек условно говоря хочет получить 500 евро без налога вот он получает их конверти это криминал а там пожалуйста все законно можно это показать банку можно получить кредит быстрый или медленный какой хотите все нормально то есть это ну как бы уже страна становится страной сделал очень серьезную заявку из второго мира где мы живем но мы еще слава богу не в третьем мире конечно живем но и не в первом то есть Эстония очень уверенно идет к тому чтобы стать действительно такой страной первого мира как Сингапур как Скандинавия как Финляндия Латвия сейчас колеблется между вторым а то и третьим миром у нас же такие же принципы в теории возможности стать страной первого мира как и у Эстонии но только это вопрос какие политики власти и в частности по упомянутым вами НДС на предовольствие значит да ставки конечно разные в Европе но они как правило снижены то есть из 28 стран от 23 они снижены при том крупных странах и это всегда резко отклонялось латвийским Минфинам который как правило был под контролем Вену Атыб то же самое Вену Атыб и такие партии как партии Судро но Средсклад и другие которые выступали за снижение НДС они не могли ну как и за прямые выборы президента у них не было достаточной поддержки избирателей чтобы привести эту идею в жизнь но я думаю что перед этим выбором у избирателей будет повторный шанс посмотреть что предлагают какие-то партии и в частности позиции по НДС на продовольствие это тоже один из аспектов почему избиратель уже не должен голосовать за Вену Атыб должен голосовать за те партии которые поддерживают более разумный налоговый политик так что я думаю выбор будет давайте примем звонки у нас их много добрый день слушаем вас пожалуйста добрый день с удовольствием я слушаю вашу беседу большое спасибо вашему гостю за конструктивную и совершенно смелую критику и предложение у меня к вам два вопроса вопрос первый он больше к первой части программы относится скажите пожалуйста насколько вероятно того что пошатнется популярность национального объединения ввиду скандала с администратором неплатежспособности вот как Михаил Каменецкий недавно выразился это в принципе происходило под крылом министерства юстиции и недавний пожар например в Юрмале который по сути приравнивают к провалу министерства окружающей среды где Каспар Герхард сидит вот это первый вопрос а второй вопрос скажите пожалуйста насколько вероятно что следующий кабинет министров будет состоять из людей которые вообще никогда министрами не были то есть это мне кажется обновление уже давным-давно назревает спасибо спасибо большое замечательные вопросы по-моему что касается популярности нациообъединения то скорее всего и на скажем таком политическом уровне там где они представляют какую-то идеологию еще больше на практическом уровне там где действительно все вот эти администраторы платежеспособности там много-много скандалов там вплоть до против кого-то там из лидеров возбуждено вогрое дело по вымогательству значит ну администратор по неполудившеспособности это и способности да они занимаются чем-то вроде легального подобного такого стали мультимиллионерами да ну там в год прям да там ну соответственно конечно конечно значит все вот эти данные будут обнародованы там много-много можно сделать перечень даже ну с чего я начал у них первое дело какая нормальная национальная партия в Европе ну вот позволило бы уничтожить национальную валюту это даже вот несмотря на эти вот их мелкие местные как бы делишки там но хотя они тоже миллионные они уже никакие не мелкие значит но по сравнению с этим уже когда это стоила вообще смена национальной валюты на евро это стоило сотни миллионов примерно потратил предприятие на разные программы новые там на переход государство общество бизнес это стоило действительно гораздо больше чем один там или даже 10 миллионов то есть у них там перечень значит таких вот неприемлемых даже для национального избирателя таких нарушений начиная от уничтожения национальной валюты заканчивая там этим администратором юрмалой много еще чем там действительно можно долго долго это продолжать я думаю что решки выбора уже показали что их избиратель тоже это в какой-то части увидел что касается нового кабинета министров то это значит стопроцентно зависит от результатов саймовских выборов скорее всего потому что но при этом составе сайма никаких чудес ожидать нам не приходится а результаты выборов могут быть я надеюсь интересными потому что видно что общество стало таким более активным мы это увидели на муниципальных выборах это создало проблемы для как для национального объединения так в общем-то для согласия и для Венуа Тейба ну я думаю что это хорошо потому что в результате Рига я надеюсь будет управляться как-то более эффективно на данный момент там уже мягко выражаясь на лаврах спали сейчас ребята начнут я надеюсь думать шевелиться что-то более так делать серьезно именно в том плане чтобы город был для людей а не для думских депутатов парламент тоже начинается предвыборная кампания уже практически даже можно сказать что то что происходило в рамках избирательной кампании муниципальной это уже работает на сами и ну скучать нам не придется я надеюсь что также эстонцы нам не дадут спать тут на этих псевдо лаврах истории успеха которые так любят говорить политик правящий потому что действительно этот 500 евро не облагаемый минимум который вводит с 1 января это уже с этим нельзя будет не считаться потому что тогда просто целый ряд предприятий принесут рабочие места из Латвии условно говоря в Таллин и даже Рига лишится существенной части доходов которые она получает из рабочих мест так что тут и самовская оппозиция и оппозиция и все они должны думать как удержать рабочие места чтобы их не забрали эстонцы да вот как вам кажется Норманд будет ли и следующие грядущие выборы всем построены определенной партией на такой антироссийской риторике на криках о российской агрессии о том что надо обороняться еще больше вооружений еще больше вооружений значит это зависит немножко от развития ситуации на Украине то есть если она будет обостреляться то конечно им будет очень просто дальше использовать вот эти аргументы но в принципе их возможности кричать российская угроза тоже не беспредельны поскольку экономическая реальность она все громче напоминает возвращает нас на нашу грешную землю холодильник все-таки должен победить во первых человек думает как заплатить за квартиру отопление продовольствие образование или медицину это раз а потом мы видим что уже значит политика привела к тому что медсестр уже не хватает то есть они уехали потом еще кого-то начнет не хватать то есть тут придется уже очень-очень жестко четко ясно решать совершенно конкретный вопрос который в общем-то существующий состав администрации как мы видим решать не способен просто не способен и это приводит уже к тому что будь то на муниципальном уровне или государственном уровне те которые ну скажем более благополучные времена пока еще был какой-то там ресурс запас они могли просто обогащаться там и ничего особо не делать и пиариться используя опять же деньги налогоплательщиков там начинают концерты окончают там разными там пресс-конференциями условно говоря там премьер-министр или министров значит то сейчас этот лимит близок к тому чтобы быть исчерпанным и им придется решать реальные задачи городского развития реальные задачи государственного развития и скорее всего они будут справляться вот те которые сейчас в власти они будут справляться примерно на том уровне на каком они справлялись до этих выборов скажем и так далее то есть ну и избиратель в один момент их конечно должен выкинуть да вот возвращаясь может быть того с чего мы начали к европейским делам к европейскому союзу как вам кажется независимости от того кто там побеждает на выборах мы знаем во Франции или в Германии даже если фрау Меркель удастся ей сохранить пост канцлера что согласитесь не исключено совсем значит ли это что все равно политика европейского союза будет постепенно меняться потому что насколько я понимаю та же фрау Меркель все-таки сделала вывод после провальной истории вот с беженцами и начала чуть-чуть и границы закрывать и ужесточила свою политику будет ли меняться европейский союз однозначно да притом видно что по существующему Лиссабонскому договору этот союз может только распадаться чем он и занимается соответственно будет новый союзный договор дальше два варианта то есть или это станет более федеральным образованием или значит более таким конфедеральным германское сразу после Брексита первое предложение которое было обнародовано обнародовано в министерстве международных дел этой страны было в сторону большей централизации для латвийского бюджета латвийской экономики я бы сказал что значит меньше чем мы получаем сейчас ни при одной модели развития Европы меньше получить невозможно то есть если мы получаем два раза меньше чем Польша меньше чем Эстония меньше чем Литва настолько бездарно провести переговоры никто другой наверное даже из существующей администрации уже не смог бы это заслуга Рябчуколна это Варьвит Фрейберг значит при федерализации то есть это должно выравниваться скажем то что получает Польша то что получаем мы Польша скорее всего получит меньше но мы по-любому выравниваем получаем больше а при более конфедеральном у нас тоже появляются более свободные аргументы и в налоговой политике и так далее где мы опять же можем имеем шанс по крайней мере отстаивать свои интересы так что значит Евросоюз будет меняться и для нас важно чтобы переговоры с Евросоюзом в национальном парламенте в правительстве тогда вели бы люди которые знали как ведутся переговоры как функционирует Евросоюз знали бы умели бы и хотели бы отстаивать национальный интерес Латвии да и премьер у нас есть может быть кто-то скептически относится не знаю к действиям Венгрии или Чехии и даже Польши по защите своих интересов но я понимаю что у нас масштаб меньше и население меньше но тем не менее можно и я к примеру уверен не знаю но вы согласитесь или нет что ничем особым Чехии и Венгрии это их не грозит что их выкинут из Европейского Союза не произойдет этого да то есть их неэффективное и жесткое порой отстаивание своих интересов как правило себя оправдывало давало и еврофондов больше и иммигрантов к ним присылали меньше соответственно не надо было на это тратить там миллионы и миллионы на подготовку их приема и это не создавало у них там риск терроризма повышение преступности инфекции и так далее то есть я думаю что действительно восточная Европа Вишеград вот эта группа стран Чехия, Венгрия, Польша это для нас действительно пример при том пример который облегчает нам жизнь потому что мы там в общем-то можем идти в фарватере то есть за Польшей там за за Венгрией они как ледокол уже этот вопрос с Евросоюзом во многом решили а мы просто могли бы их поддержать и получить немало благ и выгод повторяя успешную политику этих стран да, ну что в завершение успеем наверное один звонок принять добрый вечер слушаем вас добрый вечер хочу может быть я когда-то упустил эту тему либо отсутствовал в Латвии хотелось бы узнать чем закончилось и закончилось ли расследование по поводу этой беспрецедентной аферы по продаже в парах с банком беспрецедентный грабеж просто в Латвии понятно ничем не закончилось да я так понимаю сказали что все в порядке пока что значит вторая коалиция та которая сейчас есть она сказала что все в порядке но это совсем не означает что через год когда придет там какие-то другие политики платят то же самое стрит которая пересядет из Рижской дом в Сайм что и тогда скажут что все в порядке так что я думаю что тут история приостановилась пока это плохая история потом ну банк по сути продали за цену здания этого банка ну где-то близко к такой цене насколько я видел оценку экспертов ужас это действительно вопиющий пример ну олигархи делают похожие дела но это уже дела как бы не олигархи даже противник олигархов но как мы видим существенных отличий не наблюдается но придет новый Сайм тогда есть шанс что в этом плане тоже посмотрят что там происходило как происходило и кто-то за это все-таки ответит ну мы тоже будем надеяться что кто-то за это когда-нибудь ответит но Роман Горстнич у нас был в студии известный политолог поединительству будущего Латвии большое спасибо